Книга «Открытым оком», вопрос трёхсотый, тема «Будущее мира – страшный суд». «Чего ждать в будущем русским людям? Есть ли надежда на спасение?» – отвечает Игнатий Тихонович. «Вначале должны мы осознать, что находимся в лжеверии и суеверии, и то, что нам предлагается под именем православия, почти ничего общего не имеет со священным писанием, и мы должны воззапить». Исайя 63, 17. «Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, а заесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих». Христиане первых веков все устремления души направляли на желание пришествия Христа, зная, что это будет конец видимого мира. И они не ратовали за сохранение этого мира, как священного дара Божия, о чём так стараются наши патриархи. 2 Петра 3, 12. «Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают». 2 Петра 3, 13. «Впрочем, мы, по обетованию его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Для христиан, конечно же, для православных русских забота должна быть та же, что и была у первоапостольской церкви, и священники должны бы увещевать нас так. Послание Иуда 1, 21. «Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Евреям 9, 28. «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». У России есть будущее только при условии следования за Христом по Священному Писанию.